И о спорте ульяновцы не успели отойти от гонок в Арском, как рев моторов вновь заставляет биться чаще сердца любителей автоспорта. В регионе в эти выходные пройдет бахо-засечная черта финал чемпионата России по ралли-рейдам. На старт выйдут больше 25 экипажей из 18 регионов страны. А пока команды тестируют свои автомобили на тренировке. Репортаж Максима Бажанова. Ворчание двигателя, пейзажи Кузоватовского района и добротный солнечный морозец. Лучшего сочетания для любителей ралли представить трудно. Но это, к сожалению, пока не сама гонка. Это тренировочные заезды команд. Команда одна за другой проверяет, насколько их машины готовы к суровым испытаниям зимнего ульяновского бездорожья. После каждого такого заезда идет дополнительная настройка автомобиля. Ну а делается это все ради того, чтобы показать свое лучшее время на спецучастках. Демонстрировать лучшее время командам придется на одной из самых сложных трасс-этапов чемпионата России. Участников ждет больше трех сотен километров специальных участков. Это острые повороты, развилки, ямы, овраги и даже брод. Все это под соусом минусовой температуры воздуха. Там все трассы будут проходить на Теренгуте-Кузоводских полях. Чем отличается она от прошлого этапа? В принципе, только конфигурации. Ну и плюс к этому, что была летняя гонка, было скользко, грязно, лужи. А сейчас гонка зимняя, все замерзло, лед, снег, жесткие кочки. Ставки сейчас тоже другие. В борьбе за золотые медали вопрос решен только в абсолютном зачете. Победителями досрочно стал экипаж Владимира Васильева из культурной столицы России. Все основные зачеты разыграют медали чемпионата на ульяновской земле. Особенно интересно складывается ситуация в классе Т-3. Экипажи Арсена Пузяна и Анастасии Нифонтовой идут по очкам нос в нос. Настрой на гонку запредельный. Все подходим к процессу по деловому, чтобы все, машина работала, чтобы никакие сюрпризы не выскочили. Понятно, что гонка это гонка. Побеждает всегда не только самый быстрый пилот, но и команда, и чтобы механики нигде не оплошали, и штурман, и все вместе. Боевого настроя держатся и те дуэты, которые потеряли все шансы на первое место по итогам предыдущих этапов. Например, два экипажа команды «Газрейдспорт» нацелены исключительно на победу. Будут бороться за место в командном зачете чемпионата страны. Вот те экипажи, которые сегодня участвуют, они начинали сезон не с самого начала. И у них не хватает тех баллов для того, чтобы пресендовать на призовые места. Но в любом случае все равно будем бороться до последнего, создавать интригу нашим соперникам. Потому что от нашего результата также зависят результаты наших конкурентов. Первая гонка финального этапа пройдет завтра в 2 часа дня. Это будет так называемый пролог. Участники преодолеют трассу в 23,5 километра от Большого Нагаткина до села Арское. Заезд определит стартовые позиции на субботний гоночный день. Экипажи должны будут трижды покорить круговую трассу длиной 83 километра в Теренгульском районе. Первая машина тронется со старта в 12 часов дня. И на сладкое. Там же в 8 утра в воскресенье начнется линейная гонка на 100 километров. Максим Бажанов, Денис Миронов. Вести Ульяновск. Из Кузоватовского района.